Всем привет! В первую очередь расскажу вам небольшую предысторию. Все началось с желания улучшить качество роликов. И поэтому было принято решение купить зеркальный фотоаппарат. И с его помощью делать красивые кадры. Но не все так просто, как кажется. Во-первых, я допустил ошибку при выборе фотика. Дело в том, что существует два вида фокусировки. Контрастная и фазовая. Контрастная не знает, куда смещается объект фокусировки. И поэтому начинает дергать объектив в разные стороны, в поисках контраста. А у фазовой фокусировки устройство другое. Там прямо на матрице встроен датчик, который отслеживает расстояние до объекта. И вращает объектив в нужном направлении. Сейчас вы можете видеть примеры съемки с разным автофокусом. Как вы уже поняли, я купил сначала фотик именно с контрастной фокусировкой. А потом уже заменил его на Nikon 700D. Сюда же можно добавить небольшой лайфхак. Как известно, у камер емкость батареи не очень большая. А снимать порой приходится много. Для того, чтобы не покупать кучу аккумуляторов, можно приобрести вот такую штуку. Она включается в сеть и позволяет снимать сколько угодно. Также была усовершенствована съемочная площадка. Про нее уже был ролик примерно год назад. Но на тот момент я снимал только на телефон. И поэтому большая площадь была не нужна. Сейчас же я купил коврик А1. И могу снимать как угодно. Еще одним важным моментом была переработка освещения. Как видим, задействовал вот такие светодиодные лампы T8 мощностью 20 Вт. Освещенность получилась в районе 8000 люминов. Этого хватит для комфортной съемки. Ну и теперь переходим к виновнику сегодняшнего ролика – слайдеру. Что это вообще такое? Думаю, вы не раз видели у топовых блогеров проводку камерой. Зачастую ее делают с помощью штатива. Но нужен не простой штатив, а с тормозной жидкостью для плавного движения. Слайдер позволяет сделать такую же проводку, но с меньшими рывками. Так как у него электрический привод, который всегда вращается с одной скоростью. Применять такой слайдер можно не только для проводки. Если камеру разместить вдоль движения, то можно делать наезды и отдаление на объект съемки. Как же сделать данный слайдер? Да очень просто. Нам нужен старый сканер или принтер, у которого имеется подобный механизм передвижения. В первую очередь убираем все ненужные запчасти и достаем движок. В моем случае привод был сделан на шаговом двигателе. И поэтому просто подать туда напряжение не получится. Движение не произойдет. Для запуска нам нужен специальный драйвер. На рынке чаще всего встречаются модели А3967 и А4988. Управляются они идентично, поэтому можно использовать как один, так и другой. Для сборки нам понадобится ардуинка, любой из перечисленных драйверов, ну и разная мелочевка для управления. Подробнее увидите на картинке. Теперь перемещаемся в среду разработки ардуина и пишем код. Тут нету ничего сложного. Основные строчки я подписал. Надеюсь понятно. Заливаем скетч и идем собирать схему. Она не сложная и под силу любому, даже начинающему радиолюбителю. В качестве питания можно применить или блочок на 12 вольт, или аккумуляторы. Для безопасности установил еще защиту от дурака и стабилизатор напряжения 7812. После сборки проверяем результат. Как видим, ардуинка реагирует и сканер двигается. Теперь осталось все аккуратно закрепить. Для самой камеры я взял вот такой крепеж, который позволит ее немного поднять и тем самым убрать из кадра бортик. Теперь нужно изготовить пульт. Корпусом послужит вот такая коробочка от старого преобразователя. В ней сверлим отверстие и размещаем кнопки. Заливаем термоклеем и на этом устройство готово. Можно тестировать. Проверяем движение. Сначала влево, а потом вправо. А также смотрим, изменяется ли скорость вращения от положения потенциометра. Как вы могли видеть, в коде есть запрограммированное движение. По нажатию третьей клавиши камера едет в одну сторону, ждет некоторое время и возвращается в начальную точку. Это нужно для того, чтобы освободить руки при съемке. Теперь самая сочная часть ролика. Это примеры съемки с помощью данного слайдера. Для начала посмотрим съемку того, для чего он предназначен. Как видим, можно размещать много объектов и в процессе съемки они все попадут в кадр. На этом я не остановился. Взял слайдер, камеру и пошел гулять по району. Попутно снимая все, что увидел. Строго не судите. Это мои первые шаги в освоении операторского мастерства. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...